Репетиции идут полным ходом, и это неудивительно, ведь до премьеры осталось всего несколько дней. На этот раз постановщик спектакля — молодой российский режиссёр. Владимир Данай уже успел поработать со звёздами российского театра и кино, а его спектакли не раз были отмечены на театральных фестивалях. С актёрами русского драматического театра в Баку режиссёр работает над постановкой по ВД Вилю Некрасову «Петербургский ростовщик». По мнению Владимира Даная, несмотря на то, что пьеса была написана ещё в XIX веке, она не теряет своей актуальности и сегодня. Сегодняшний мир, мне кажется, может звучать эта история, связанная с деньгами, с продажей, с накоплением денег и рассуждением о том, в чём счастье, материальное оно или нет. Если говорить о декорациях, о костюмах и способе существования, то, конечно, хотелось, чтобы это был сегодняшний день. Геометрия декорации больше напоминает стиль модерн, а их нейтральный белый цвет позволяет зрителю оторваться от какого-то определённого исторического периода. Вместе с Владимиром Данаем над созданием спектакля в Баку работает и художник-постановщик из России Ольга Кузнецова, и азербайджанский композитор Эльдар Бабаев. Как рассказывают сами молодые люди, при создании спектакля они с режиссёром почти сразу же пришли к общему знаменателю. Мне кажется, что у нас совпала одна общая мысль, за которую мы вошли. И мы сразу как-то определили, что это должно быть, это пространство дома главного героя. И потом уже начали думать, какое оно может быть, где это может быть существовать, привязывать это к времени действия пьесы или там куда-то переносить. Но вот остановились на таком нейтральном. Импровизируем, мы делаем дополнения, мы меняем что-то. Мне кажется, это настоящее творчество. История Дельца, готового решиться на всё в погоне за прибылью, с которым, возможно, никогда бы не произошло ничего примечательного, если бы в дело не вмешалась настоящая любовь. Все роли в спектакле исполняет актёр Азербайджанского государственного русского драматического театра. По словам артистов, работа с Владимиром Данаем помогла им по-новому взглянуть на персонажей Некрасовской пьесы. Дочка, значит, она, где-то лет ей 15. А из-за того, что мне уже далеко не 15 лет, и поэтому у меня были сложности. Я думала, как мне преподнести её. И режиссёр мне помог в этом. Я себя чувствую очень органично в этом персонаже. Я её полюбила. Мне она нравится. Я думала, она какая-то такая вот... Скучная, неинтересная, вялая. Но довольно-таки я увидела при помощи... Вот Владимир помог мне разглядеть характер моей героини. И я влюбилась в неё. Каждый день у режиссёра новые идеи, новые формы. Он меняет текст, добавляет, убавляет. Меняется мизансцена. Каждый день мы, считайте, играем новый какой-то спектакль. И в день премьеры, я думаю, мы даже сами не будем ожидать, что нам придётся играть. Потому что он может за 5 минут до премьеры подойти, скажет, давайте здесь вот так попробуем. И спектакль пойдёт в новом ключе, в новом каком-то формате. В общем, процесс импровизации игрового театра, он всегда очень интересен. Премьеру спектакля бакинские зрители смогут увидеть уже на этой неделе, 20 и 21 октября. Осуществление совместной российско-азербайджанской постановки – результат сотрудничества театра и российского театрального агентства при Министерстве культуры Российской Федерации. Ранее, благодаря такому сотрудничеству, в Баку прошли гастроли Санкт-Петербургского Большого драматического театра и Московского театра имени Маяковского. А в северной столице России были показаны спектакли Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Курбанова, CBC.